Глава региона встретился в столице с ректором и студентами Московского государственного университета имени Баумана. Ульяновская область нуждается в квалифицированных кадрах. Особенно острый этот вопрос стоит на промышленных предприятиях и в организациях оборонно-промышленного комплекса. С этой темы губернатор начал аппаратку. Уверен, что после получения диплома многие ребята, которые сейчас учатся в столичных вузах, вернутся в одной регион, чтобы реализовать свой потенциал. Поэтому я хочу рекомендовать руководителям предприятий и компаний приезжать в университеты Москвы и встречаться со студентами из Ульяновской области. Такие встречи помогают не только проинформировать их об уровне заработных плат и условий труда в родном регионе, но и получить от них обратную связь. От кадровых вопросов перешли к наведению порядка в областном центре. В регионе продолжается месячник по весеннему благоустройству населенных пунктов. В апреле провели две санитарных пятницы. Частоту в парках, скверах и на улицах наводили почти 18 тысяч ульяновцев и более 2 тысяч организаций. Работы были проведены по 36 видам работ. Следующее мероприятие пройдет на этой неделе, 27 апреля, это будет российский субботник. Призываю всех жителей Ульяновской области принять активное участие в данном субботнике и вместе сделать нашу область чище. В Ульяновской области аграрии приступили к посевной кампании. А зимые зерновые культуры уже заняли 74% всей посевной площади региона. Николаевские, Новоспасские и Теренгульские районы полностью завершили эту работу. Подкормку многолетних трав минеральным удобрением проведено на площадь 25,5 тысяч гектаров, 73% от посевной площади. 9 районов уже завершили подкормку многолетних трав. Барнование зяби и пара проведено на площадь 273 тысячи гектаров, что составляет 54%. В Ульяновской области продолжается реализация национального проекта образования. Началась тематическая неделя проекта. В регионе пройдет более 250 мероприятий разного уровня. Губернатор Алексей Русских лично проконтролирует процесс капитального ремонта учебных заведений. На этой же неделе мы проведем чемпионат Обилимпикс. Это чемпионат профессии для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, пройдет региональный этап конкурса «Воспитать человека». Это конкурс для педагогических работников, которые непосредственно занимаются воспитанием. В среду, 24 апреля, Алексей Русских выступит с ежегодным отчетом губернатора о деятельности за 2023 год перед общественностью. В этом году отчет смогут заслушать представители гражданского общества. Глава региона представит его в максимально открытом формате. Не в зале ЗСО региона, как обычно, а в Большом зале Дворца культуры губернаторский. Алексей Русских поручил министру Ульяновской области Геннадию Нерабееву создать два новых именных батальона. Один из них займется работой с беспилотными летательными объектами, второй станет артиллерийским или гаубичным. На совещании также обсудили программу по озеленению Ульяновска. В городе высадят 160 цветников и тысячу новых деревьев. Улицы и скверы преобразятся к 9 мая.